Наш Пророк, саллиллаху алейху ассалям, предсказал, что будет много даджалей. В достоверном хадисе, приводимом в Муснаде Имама Ахмада и в других книгах, хадис подобным смыслом есть и в муслиме, передаётся, что наш Пророк, миром и благословением, сказал, «После меня будет...» Прислушайтесь. «Тридцать даджалюна кадзабун». «Тридцать даджалей». «Вся они лжецы». Каждый из них утверждает, что он Пророк, «А после меня не будет Пророка». Что вы поняли из этого хадиса? Даджжаль будет не один. Их будет много. Даджжали с маленькой буквы «Д». Или можно назвать их мини-даджжали. Но есть один даджжаль с большой буквы «Д». Или главный даджжаль. То есть будет много мини-даджжалей. Тридцать, согласно хадису. Каков признак этих даджжалей? Каждый будет утверждать одно. Я Пророк. И Пророк Мира Мои Благословения говорит. «А после меня Пророка не будет». Отсюда мы узнаем важный принцип, мои дорогие братья и сестры. Каждый, кто заявляет, что он Пророк, на самом деле он кто? Даджжаль. Ясно? Каждому, кто говорит, что он Пророк, вы можете присвоить титул «Неоспоримый даджжаль». С маленькой буквы. А тот, который с большой буквы «Д» будет последним из них. Тридцатый. Он главный и самый худший из них. И до его времени будет много мини-даджжалей. О таком, кстати, мы слышали и здесь, в Америке. Илайджа Мухаммад. Это основатель Организации Нации Ислама. Он заявил, что он Пророк, и что Аллах внушает ему откровение. Он открыто заявил, что он Пророк. Сменил имя. При рождении его звали Илайджа Пул. Он сменил его на Илайджа Мухаммад. Он говорил, что все должны произнести слова «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник». И имел в виду, что он посланник. Он говорил, когда мусульмане говорят «Мухаммад, посланник Аллаха», они имеют в виду «Меня». Так он проповедовал. Можно сказать, он один из последних даджжалей. Аллах лучше знает, сколько их еще будет до конца времен. Есть два интересных факта в хадисах о даджжале, которые собьют с толку обычного читателя. И которые сбили с толку даже некоторых сподвижников и оставляют до сих пор некоторую путаницу в вопросе даджжаля. Первый из них – то, что во времена Пророка Миром и Благословения жила личность, которую назвали даджжалем. И даже Пророк Миром и Благословения не знал, он тот самый даджжал или малый. Этот рассказ упоминается в сахихе Муслима и во многих других книгах хадиса. Это достоверный рассказ со множеством передатчиков о некоем молодом человеке, жившем в Медине и принадлежавшем одному из племен иудеев. Он был колдуном, имел связь с джиннами и мог звать их. Он занимался магией и делал вид, что знает будущее и может его предсказать. Сегодня их называют прорицателями. В нашей религии каждый, кто говорит, что знает будущее – лжец. И в нашей религии каждый, кто занимается заклятиями, зовет джинов – колдун. Мы не взываем к джиннам, мы ничего не делаем ради джиннов. Может быть, в другой лекции я расскажу об отношениях между людьми и джиннами. Это пугающая и в то же время очень интересная и глубокая тема. Все из нас, и мужчины, и женщины любят говорить о джиннах. По ночам собираются и делятся рассказами о джиннах. После полуноча особенно приятно делиться древними рассказами о них. Иншаллах, в один день я дам лекцию на эту тему. Существуют ли те, кого называют джиннами? Есть ли в исламе понятие магия? Иншаллах, мы объясним это. Но знаете, что плохие люди могут звать джинов? Это то, что мы называем магией. Вот почему магия является харамом. Звать джинов, несомненно, является запретным, потому что они не желают ничего, кроме зла. Тот, кто взывает к ним, должен пожертвовать своим таухидом и совершить ширк. Потому что плата, которую требуют джинны, плохие джинны, потому что есть также и хорошие. Плата, которую требуют джинны, это что? Вы думаете, они примут вашу банковскую карту? Их заботят доллары или рубли? Какую валюту ты должен выплатить джинну? Твое поклонение. Это единственное, что им нужно. Им не интересен ваш кредитный скоринг. Им не интересны ваши кредитные карты и ваши деньги. Что они будут делать с картами и деньгами? Чего же они хотят? Точно того же, чего хотел Иблис. Я лучше этого творения. Пусть это творение падает низ передо мной. Пусть это творение поклоняется мне. Если джинн получит то, чего хотел, взамен он окажет тебе некоторые услуги. Правильно? Расскажет тебе что-то необычное. Не будем вдаваться в эту тему. Итак, в те времена жил этот колдун, во времена пророка миром и благословения. Его звали Сафи ибн Сайяд. Это было его имя. Сафи ибн Сайяд. Некоторые говорят, что его звали Абдулла ибн Саид. Некоторые говорят, что его звали Абдулла ибн Саид. Но правильнее то, что его звали Сафи ибн Сайяд. Он был из аудейского племени, которое продолжало жить в Медине несколько лет. Не все иудейские племена были изгнаны. Некоторые маленькие семьи остались. И он был из этих племен, которые жили на окраинах Медины. И когда наш пророк миром и благословения переселился в Медину, Сафи ибн Сайяд был подростком, то есть ему было приблизительно 13 лет. Есть несколько интересных преданий о Сафи ибн Сайяд. Среди них рассказ о том, что пророк миром и благословения услышал, что есть такой юноша, который обладает способностями джиннов и предсказывает будущее. Умар и пророк миром и благословения, этот хадис передается в сахихе муслимы, подошли в один день группе играющих детей, среди которых был Сафи ибн Сайяд. Ибн Сайяд, так его называют в хадисах, не знал, что пророк миром и благословения подходит, пока он не встал позади него. Ибн Сайяд повернулся и увидел его возле себя. Пророк миром и благословения спросил Ибн Сайяды, «Ты свидетельствуешь, что я Расуль Аллах? Ты свидетельствуешь, что я посланник Аллаха?» Ибн Сайяд ответил, «Я свидетельствую, что ты посланник умми юнам, принижающей манере. Ты посланник к неграмотным людям. Ты послан не ко мне, а к неграмотному народу». И в ответ он спросил пророка миром и благословения, мальчик 12-13 лет, спросил пророка, «Ты свидетельствуешь, что я посланник Аллаха?» Как мы сказали ранее, каков признак даджжаля? Даджжаль заявляет, что он посланник. Посмотрите на это высокомерие. Это в очередной раз показывает, что происходит с человеком, который связан с магией. Он становится абсолютно злым человеком. Как ты смеешь, стоя перед пророком миром и благословения, задавать ему такой вопрос? Говоришь, «Хорошо, ты задал свой вопрос. Теперь давай я задам. Ты признаешь, что я посланник Аллаха?» И пророк миром и благословения сказал, «Я уверовал в Аллаха и его посланника». Таков был его ответ. Затем он спросил Ибн Саяда, «Что ты видишь? Какие видения ты получаешь?» Ибн Саяд ответил, «Я вижу, как ко мне приходят двое. Один говорит правду, другой ложь». Пророк миром и благословения сказал, «Для тебя все запуталось, имея в виду, что они оба лгут». Затем пророк миром и благословения сказал, «У меня есть тест для тебя. Я кое-что спрятал». Что же он прятал? Это был аят из Курана, который гласит, «Ибн Саяда». Пророк миром и благословения прочел этот аят с подвижником, и он говорит Ибн Саяду, «У меня кое-что есть, он говорит, что он знает скрытое, он говорит, что он все знает. Хорошо, я только что прочел аят. Давайте посмотрим, знает ли он, что я прочел. Вы поняли, в чем тест? Кстати, любой, кто просит у вас 5 долларов для того, чтобы он предсказал ваше будущее, выдает этим свою ложь. Если бы знал будущее, он бы вложился в биткоины или фондовую биржу и стал бы мультимиллионером. То, что ему приходится просить у вас 5 долларов, чтобы предсказать будущее, показывая, что этот человек лжец. Вы же понимаете, о чем я? Итак, пророк миром и благословения проверяет его. Этот человек утверждает, что знает скрытое и знает все. Хорошо, я только что прочел аят в 20 метрах от него. Посмотрим, сможет ли он рассказать своим последователям, что я прочел только что. Легкий тест, не так ли? Он прочел этот аят Умару Ибн-Хаттабу. Вот он подходит к Ибн-Саяду и спрашивает его, ты знаешь, что это? Ты знаешь, что я спрятал? И здесь Ибн-Саяд начал связываться с джинами, но, как мы увидим, джинны не всезнающие. Он смог сказать лишь «дух», 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 «дух». А в аяте говорилось «фар-та-киб», «фар-та-киб», «яума та-ты-сма биду-ханим мубин». Джинн смог повторить только две буквы «дух», 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 а не полностью аят. Видите? Там был джинн, с которым связывался Ибн-Саяд, но он не смог помочь. И пророк миром и благословения сказал «Ихса, о враг Аллаха». «Ихса», можно перевести как «замолчи». Пророк миром и благословения не грубил кому-либо, кроме тех, кто заслуживал такое обращение. «Замолчи, о враг Аллаха». Ты никогда не исправишь свою ничтожность. Ты думаешь, ты великий, но ты никогда не возвысишься выше этого. Умар Ибн-Аль-Хаттаб, который стоял рядом, сказал «О посланник Аллаха, разреши мне отрубить ему голову». Это даджаль. Он говорит, что он посланник, он общается с женами, он заслуживает смерти. «О посланник Аллаха, разреши мне убить его». Пророк миром и благословения ответил «Если это тот даджаль, то ты не сможешь его убить. А если это другой даджаль, твое убийство не принесет пользу кому-либо. Пусть уходит. Оставь его. Это приводится в сахихе муслимы, и это достоверный рассказ. «Если это тот даджаль, то ты не сможешь его убить». Почему? Потому что даджаль убьет кто? Иса, алейхиссалям. Никто не сможет убить того. Пророк миром и благословения говорит Умару «Если это тот даджаль, ты не сможешь его убить». А если это другой даджаль, пусть идет. Он никого не будет заботить. Твое убийство не принесет пользу. Он станет забытой частью истории. Большинство мусульман не знают даже его имени. Даже если во времена сподвижников, может быть, он был важной персоной. Может быть. Потому что мы точно не знаем его положение. Над Ибнусайядом мы не шутим. Есть некая темнота в его истории. И его дальнейшая история утрачена, и мы не знаем, когда он умер. Итог. Во времена пророка миром и благословения жила эта таинственная личность, который был даджалем того времени. Из-за того, что он еще был юношей, пророк миром и благословения не знал, станет ли он тем самым даджалем, когда вырастет или нет. Пророк миром и благословения оставил его, но эти сомнения закрепились в некоторых сподвижниках. Так некоторые продолжали считать, что он даджал. Но мы теперь знаем, что он не мог быть тем даджалем. Теперь это понятно, и не остается спора насчет того, что Ибнусайяд был одним из мини-даджалей. Принял ли он ислам позже или нет, Аллах знает лучше. Но последние слова, которые он сказал Абу Саиду Аль-Худри, показывают, что он не прервал связь с джиннами, что он продолжает заниматься делами, противоречащими исламу. Так он умирает в неизвестных для нас обстоятельствах. И мы оставляем его дело Аллаху Субханава Тааля. Это первый из интересных рассказов о даджале. Иншалла мы продолжим эту тему. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok